Вместо слова из трех букв в Петербурге пишут Безумная тяга к искусству Вот если потрогать, он теплый Мухоморы Видите, машины не ставить Очевидное не писать Он вообще в курсе, когда такой Боб Марли, что он покуривал Просто, видите, есть такие истории, как проходные парадные Батарея Стреляет по-зимнему Поэтому вот эту нижнюю часть Ее сделали уже из современной корабельной стали Это песенка, которую я пою уже просто не только который день Который месяц Французский рэп-ансамбль Ступерфлип Рекомендую Такой, знаете, слепнот во французском варианте и в рэповом Посмотрите, поймете почему Мы уже сегодня Когда сегодня? Все Мы уже, в принципе, ходили Я зайчиком ходил в Петропавловскую крепость Я в образе красного киногероя Собственного изобретения ходил вот туда К особняку Кшесинской Чтобы вы не искали эти ролики Я размещу ссылки на них под этим выпуском Потому что очень часто спрашивают А где, чего, как посмотреть И сегодня у нас будет еще один маршрут вот так И потом у нас еще будет один маршрут Отсюда и до, в общем-то, практически набережной Где когда-то жил Александр Блок Где были гренадежские казармы И где, в принципе, я стартовал, когда снимал Особняк Пронобеля То есть, видите, я потихоньку, помаленьку Опутываю паутиной собственных маршрутов Свой родной, любимый город Да, значит, если бы мы с вами оказались здесь Ну, еще в советское время Вот я вам сейчас поставлю картинку Вот можно показать эту станцию метро Еще был пешеходный переход Вот там До возникновения подземного перехода Пойдемте потихонечку И здесь, конечно, одним из главных домов Который венчает начало Этого Каменно-Островского проспекта Является программное произведение Федора Лидвеля Ему повезло с мамой Мама купила земельку Собственно, как и многие умные женщины Вот про одну из них еще мы сегодня скажем Собственно, как избавиться от привычки Говорить слово собственное Напишите мне в комментариях Может быть, не знаю, подшиться Есть какие-нибудь службы, которые подшивают от слова собственное Тезка Матильды Феликсовны Кшестинской Супруга Сергеевича Витта О котором я сегодня вам еще расскажу Вот этот вот дом Причем, если бы мы посмотрели вот в ту сторону Опять-таки Древолюционную То мы сначала бы увидели Проходите Да, мешают вам идти Представляете, снимают Как вы достали Как вы достали Видите, Россия Страна очень приветливых, радостных людей Ей сложно обойти Ее просто достали люди, которые что-то снимают Рассказывают про Петербург Ну, в общем-то, без комментариев Поэтому продолжаем доставать Во-первых, фотография еще советского времени Где этого дома нет И виден Брандмауэр Дома, где жил Алексей Максимович Горький Но про него будем говорить в следующий раз Когда мы пойдем проходными дворами там А еще есть одна Замечательная иллюстрация Но мы ее подставим с той стороны Когда перейдем улицу И вот этот дом Федора Лидвеля Он соседствует с другим домом Каменностерский дом 5 Где жил человек Вот этот вот Я специально показываю свою книжку Потому что Тут у нас лампа начинает мигать Мы это лучше посмотрим на На дневном свете Который сыграл ключевую роль Во время мирных переговоров с Порсмотти Когда мы благополучно проиграли Русско-японскую войну И Витте писал Как только надо Разгребать авгивы и конюшни Вспоминают обо мне Не случайно его женушка приобрела Особняк по проекту архитектора Вириха Вы его можете знать По его тоже программному произведению ДЛТ Дом лидградской торговли Вот он наш Дом Лидвеля И вот я сейчас подставлю фотографию Как выглядел проспект раньше Во-первых, тут ходил трамвай Обратите внимание Когда-то Ну вот Это конкретно Так называемый горшичный камень Вот если потрогать Он теплый Вот сейчас Да Он нагревается на солнце Дело в том, что если его кинуть В воду в кипящую На час Он потом 24 часа отдает тепло Ну по крайней мере так говорят специалисты Которые разбираются в этих камнях Я не пробовал, скажу честно Поэтому утверждать не стану Называемое Северным модерном у нас обычно Данное направление в архитектуре Фигурные всевозможные Вот эти цветуечки здесь присутствуют Родные Обратите внимание Сохранились еще фонари Тоже модерновые Сейчас мы немножко достанем жителей этого дома Напоминаю для особо внимательных Что это называется Курдонер От слова французского Двор чести Какая милота То есть вспоминаем, что это В общем-то усадебная планировка Планировка Главный дом в глубине По бокам два флигеля Для чего это делалось? Для того, чтобы все вот эти квартиры Обретали виповость Лидваль здесь уже привнес то Что потом выразилось ярчайшим образом В доме Бубыря Который я показывал на Стремянной улице Здесь есть у нас мотивы всевозможные Например, вот видите, растительные Вот тут Но это еще ладно Это ерунда Но обращает, конечно же, внимание На себя Допустим Вот эти пауки На Решетках Это уже такой Действительно Панк В архитектуре Это было абсолютно невозможно В эпоху, допустим, классики В эпоху классицизма Кстати, если вот нам пройти То мы можем выйти на Большую Посадскую Но мы туда не пойдем Это не наша задача Ну и вот традиционные мотивы Значит Совы Они очень любили сов Здесь, причем, они такие более-менее Без этих обдолбанных своих глаз Как обычно Зайчики бегают Это рысь Рычит Рысь мы еще увидим 1902 год постройки Конкретно этого корпуса А вот этот корпус Он был семейным Здесь жили непосредственно Сами Лидвали Ну, по-шведски Лидваль По-нашему он Лидваль Надо сказать, что Федор Лидваль Так и не принял Российское гражданство Хотя Николай II Предлагал ему Пост Придворного архитектора Но он сказал, что Ноу, не хочу Вот Рыба моей мечты А-а-а Кусается Тварь Вы туда, пожалуйста, руки не суйте Традиционный растительный орнамент Повесили мемориальную доску С его фирменным брендом На самом деле Это букву Л Можно видеть Если присмотреться внимательно К фасаду Ну и вот тоже Фирмовая история Папортники И мухоморы Видите То, что потом Опять-таки Мы можем встретить У Буберяна Стремянной Вот там наверху У нас рыси Только уже не рычащие Ну и вот здесь У нас выглядывает Голубое здание По проекту Вириха Именно с этого балкона Сергей Ильич Витте Наблюдал за Собственно Кровавым воскресеньем Именно сюда К нему приходила делегация Возглавляемая Горьким С просьбой Повлиять как-то На ход событий Но он им объяснил Что я уже Извините Не удел Видите Это ярчайший пример Довольно грамотный Стратегически выверенной Политики Александра Третьего Как HR менеджера Потому что он как-то Ехал-ехал На своем паровозе В Борке Такой городок В Борках Говорят Да Поезд сошел с рельс Естественно В первую очередь Пододумали Что это теракт Назначили Расследование Которое возглавил Опальный Бывший Ну не тогда Не бывший прокурор Они прокуроры были Несменяемые Анатолий Федорович Кони А до этого Александр Третий Он как-то Встановился На одной из станций И там Его приветствовали Различные люди И последним Был Витте Скромный Железнодорожный Чиновник Вот здесь Висит на луне Реальная доска Что он Видите Аж с 1899 До 1815 Года До года Своей смерти Он здесь прожил Витте говорит Что вы знаете Ваше Величество Вы слишком быстро ездите Я не хочу Чтобы мой царь Свернул себе шею Ну по самой Распространенной версии Александр Третий Просто послал Он мог Он был простой человек В этом отношении Но зато Когда Выяснилось Что действительно Он слишком быстро ехал С нарушением Скоростного режима Он в Петербурге Вспомнил Про этого чиновника Который предупреждал Что так нельзя делать Вызвал его И сделал министр Такие сообщения А потом Витте стал Министром финансов Вел вот этот Самый золотой рубль Который очень сильно Укрепил нашу валюту Об этом Кстати до сих пор Спорят очень многие Специалисты Одни говорят Что это было Благо для России Другие говорят Что это Монументализм Было Неблаго для России В общем Одно ясное Рубль был стойкий И в общем-то За один рубль Я не помню Сколько баксов давали Но сейчас В это сложно поверить И Именно Витте На самом деле Разрулил Вот этот Проигрыш Наш В этой войне Про него Теодор Рузвельт Говорил Что если бы Витте родился В Америке Он бы стал президентом Потому что Витте был Грамотный пиарщик Он Еще Приплыв туда В Штат И устроил Пресс-конференцию У себя на корабле Он ходил В простые кварталы Он пожимал руку Этому Паровозе Этот Машинисту паровоза Говорил Что я сам Когда-то там стоял Значит За рулем Этой Ту-ту Вот И Очень интересно Я эту фотографию Один раз уже показывал Посмотреть Вот Видите Это вид Обратите внимание На его рост А это Камура Это Кахира Это японская делегация Это соответственно Теодор Рузвельт То есть В пупок Он ему практически В грудь дышал То есть Он постоянно Японец должен был Смотреть на вид Вот так А тот на него Вот так вот нависал И он их реально Переиграл На переговорах Как об этом Рассказано в моей книге Не хочу сейчас Об этом останавливаться Не ради рекламы Просто мы не успеем Ни о чем другом Вот Вот это у нас здание Построено При Уже В советское время Причем в такое Вегетарианское Брежневское время Как действительно Цветочный павильон А вот это Очень интересная Тема Вот посмотрите Пожалуйста На эту конструкцию Наверное Вот отсюда Если глянуть Я бы в жизни Никогда не догадался Что это Обозначает Это два крыла Лебедя Да То есть Вот это одно крыло А вот фонтан Обозначает Другое крыло Это подарок И если внимательно Присмотреться сюда То можно увидеть Что Потому что он вообще Изначально Задумался Как музыкальный Но я к тому Что как Интересно Работает Фантазия Архитектора Которая иногда Не считывается Здесь у нас Наверху Очередной знак Как у Савиахима Крепим Оборону В СССР Напоминаю Что это Претеча Досаафа Напоминаю Что все Жители Этого дома Он тогда был Коммунальный На всеми коммунальными Квартирами Должны были сдать Первую ступень ГПХ И один из Жильцов Должен был быть Значкистом Второго уровня И здесь Должен был жить Специалист По герметизации Зданий От химической Атаки Ну и Все Жители Должны были Иметь противогазы И уметь Ими пользоваться Тогда на фасаде Таких зданий Вешались Вот эти вот Самые знаки В этот особняк Квиты Приходили после его Смерти Надеюсь найти Воспоминания Которые он писал Всю свою жизнь И они знали Что он их писал И эти воспоминания Очень сильно любили У нас В Советском Союзе Цитировать Потому что Там прошелся Катком По многим Представителям Правительства Ну и вообще Дома Романовых Естественно С комментариями Советскими Естественно С купюрами Потому что Не все там позволялось Но не нашли Потому что Витты Поместил их В банк Швейцарский С подачи жены А Тильды Железные Металлические Точнее Золотые рубли Называли Матильонами Или Матильдодами В честь его Да Супруги Она была Разведенка И еврейка И когда Витты пришел К Александру И сказал Я хочу жениться Но правда Она вот Разведенка И еврейка Александр И сказал По мне Женись хоть на козе Лишь бы время шло Вот традиционная Наша Картина Привычная Мы с вами Пойдем вот сюда Бранмауры Врезанные Поздние Окна А что вы ищете Может вам подсказать Дом 2 Дом 2 какой Малая Посадская А Малая Посадская Дом 2 Это вам Вам выйти надо По идее Направо Следующую арку Нам сказали Здесь Ну это вообще Дом 4 Здесь у нас Еще старые Сохранились Сараи С переделанными Немножечко Воротами Но С Сохранившейся Сверху Деревянной обшивкой Точнее Это даже Не сараи А гаражи Родные гаражи Видите Здесь гараж 1-2 А здесь Гараж 3 Машины Не ставить Очевидное Не писать Это отлично Пойдемте дальше Я как-то уже Рассказывал Как Здесь же На вид Совершалось Покушение Только уже Черносотенцами Ему там В трубу Засунули Как писал Александр Герасимов Начальник охранного отделения Мешок с порохом Капсуль Не работающий И будильник Испорченный Как он писал Не бомба А детская игрушка Это не революционеры Это не эсеры Они так лоховски Не работают Действительно Это была Черная сотня Вот здесь Если обратить внимание Вот сюда Тут очень интересное Сочетание Смотрите Улица Братьев Васильевых Дом 6 И здесь Улица Малая Посадская Дом 6 Дело в том Что Малая Посадская Изначально называлась Улица Братьев Васильевых В советское время Потому что это авторы Фильма про Чапаева И Это не специально Так получилось Просто сохранилось Видите Родное сочленение Здесь у нас Местный муниципалитет Посадский О котором мы скажем Во время нашей другой экскурсии Потому что там дальше Висит потрясающая Мемориальная доска Где ни одно Слово Не соответствует истине И вот по идее Вот эти ребята Должны обратиться В наш комитет Культуры Чтобы ее сняли Но они так этого И не сделали А здесь герб Нашего замечательного города Вот так прекрасно Выполненный До сих пор убеждаюсь Что не все знают Как герб Питера Выглядит Сочленение Двух Перекрестия Двух якорей Морского И речного И по центру Скипетр Каждый раз Когда я вожу экскурсии Рекомендую Моим экскурсантам Зались в интернет И набрать Герб Ватикана Могу вам подставить Чтобы сравнить Я этим постоянно занимаюсь Чтобы вы Обратили внимание На то Что Слушай А мы же зашли В ту арку Да А мы не покажем Тогда получается Мемориальную доску Одну из Где Козинцев жил Ай-яй-яй Вот так вот видите Плутаешь Постоянно Ну пойдемте Выйдем И зайдем еще раз Время есть Можем себе позволить В конце концов Дело в том Что эта улица Она находится Прямо в створе Фактически Ленфильма А раз Ленфильм То Понятное дело Здесь Жило немало У нас Представителей Киноиндустрии Советской И Одним из ярчайших Представителей Ее Являлся Козинцев И Трауберг Леня Трауберг Как Козинцев Он называл В молодости Сейчас На самом деле Вот мы Живем В системе Такого культурного кода Когда уже И не все знают Кто такой Козинцев Вы знаете Кто Козинцев А Трауберг Ну вот Ну и собственно Это не мудрено Потому что Ну а зачем Не знать Потому что Это советское кино Вот здесь смотрите Есть мемориальная доска Висящая В этом доме С 39 По 53 Жил кинорежиссер Народный артист Леонид Захаревич Трауберг Ну это проблема Всех мемориальных досок А вот здесь Висят мемориальная доска Здесь С 39 По 73 Жил Год Жил кинорежиссер Народный артист Григорий Михайлович Козинцев Пойдемте Они начинали Еще в 20-х годах У них была такая Организация ФАКС Фабрика Эксцентричного актера Ну это вот время Когда сбросим Пушкина С педестала До корабля современности Как они писали Лучше быть Молодым щенком Чем старой райской птицей Ну и понятно Что на эпохе авангарда И всего прочего Они пытались Это как-то Осуществлять В кинематографе И потом они сняли Ну такой советский блокбастер Абсолютно Удавшийся Под названием Максим Если вы Слышали песню Крутится-вертится Шар голубой Крутится-вертится Шар голубой Крутится-вертится Над головой Крутится-вертится Хочет упасть Нет, мы туда идем Только бы перец Заткнул свою пасть Так обычно там писалось Ой, смотрите Вот тут я помню Замечательная Смотрите Алиса Алиса дура Я никогда не думал Что борьба Не знаю кого С алисоманами Может быть даже В наше время Алиса группа Понятное дело Подразумевается Это из фильма Вот про Максим Или деньги Деньги были ваши Стали наши Это тоже оттуда цитата Вот А потом их пути Немножко разошлись Потому что Трауберг возглавил ЦОКС Центральное Господи Центральное общество Кино 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 чего там В общем это была контора Которая Распределяла Бюджеты В Советском Союзе На кино И Трауберг Говорил Этому снимать А этому не снимать Плюс он начал заниматься Административной работой Что Козинцеву не нравилось Потому что Ну как же Мы молодые щенки А ты стал чиновником Таким Бюрократом Ну а потом Наступила эпоха Вот этой Борьбы с космополитами И прочее И Трауберг Конечно Под этот каток попал Но не очень жестко Он попал Его не расстреляли Слава богу Козинцев Чуть позже поговорим И Козинцев Снял Конечно же Классического Гамлета Нашего Со Смуктуновским Причем Он как делал Он для того Чтобы не давить на актера На Смуктуновского Он подходил к нему И говорил Ну Иннокентий Расскажите Как вы видите Свою руль Как вы собираетесь Ее исполнять Что по-вашему Должно быть В этой мизансцеде И с Муктуновского Сложилось впечатление Что Козинцев Ни хрена не понимает А типа Ну А он Творец И он потом По этому поводу Высказался Козинцев На него обиделся И они с ним Не разговаривали Довольно долго И еще Он украл у него Монолог Гамлета Бить или не бить Тубир Он от тубир Помните Пить пиво Или не пить пиво Дело в том Что А как избавиться От шуточек За 300 Никак Ну еще Помимо слова Собственно Никак Да Дело в том Что этот монолог Идет за кадром С Муктуновский Его не произносит Что тоже Его расстроило Потому что Ну все Естественно Мечты Актеры Мечтают To be or not to be Но We are Вот Ну в общем Козинцев Такой Наш Вот прямо Классик В прямом смысле Этого слова Нашего кинематографа И видите Прожил довольно Долгую жизнь Причем они С Траубергом Они жили на одной Площадке Но в разных крыльях Со стороны входа И какое-то время Не общались По определенным причинам Понятно Этот дом Который сейчас Напоминает Кучу Значит Бетонного Говна Извините за мой Высокий Искусствовический Искусствовический Штиль Почему Потому что Вот Вот эта фактура Она очень Хорошо Впитывает Грязь И Изначально Он был Прекрасным Да С такими Замечательными Атрибутами Рогатыми Абсолютно Не православными Это один из Первых домов Общества Собственников Жилья Алексей Зазерский Архитектор Он у нас Известен Постройкой Всевозможных Нопер-туалетов Затем Всевозможных Технических Сооружений Например Подстанции Трамвайных И так далее Но Я хочу Напомнить Что До революции Вы не могли Купить квартиру Вы могли Только снять Вот я каждый раз Вожу экскурсии И спрашиваю У экскурсантов Если вы купите квартиру То за сколько Вы ее Сможете отбить Некоторые Называют 50 лет Ну 50 лет Это наверное Совсем Ну 20 В лучшем случае 30 это самый Оптимальный вариант Учитывая всякие Форс-мажоры И так далее Это внутренний Двор этого дома А раньше Вот вы дом Построили И могли Отбить его За 10 лет И потом И начинают Приносить вам Бабки Отсюда Это Прекрасная Фраза Что Лучше иметь Доходный дом В Петербурге Чем Золотые прииски В Сибири И только В начале 20 века Наконец Началось Формироваться Движение Вот Как обычно Сколько Кооператива Вот как В Советском Союзе Были Кооперативы Несколько Домов У нас Таких Есть Но Самый Известный Это дом Бассейного Товарищества Некрасова Я не помню По-моему Мы его Не снимали Еще Вот тут Очень хорошо Пахнет По-петербургски Хорошо Что вы Не почувствуете Этого запаха И вот Это Раньше На самом деле Было открыто Можно было Пройти Это Насквозь Но Вот Видите Как все Меняется Тут Вся Замки И уже Мы туда Не попадем Так Было бы Конечно Интереснее Но Увы Иах И вот Этот вот Дом Соответственно Зазерский Сотоварищем Они собрались Там Как правило В складчину Это все Происходило Схема Понятная Вы Формируете Некую Группу Ответственных Лиц Ну Как бы сейчас Сказали ТСЖ Будущее Покупаете Участок Нанимаете Архитектора В данном случае Сам Зазерский Координировал Стройку И строите Потом Езжайте Свою Свой дом И у вас Здесь Уже есть Ваши собственники Собственный И дворник Вы их Нанимаете И Швейцары И все остальное И это было Очень Проагрессивно Для того времени Крайне популярная История Не всем доступная Правда Но тем не менее По одним из сведений Именно вот отсюда Зазерский В 41-м году Вышел и не вернулся Или в 42-м Я не помню Как дал Ну вернул В одну В годину Вот эту нашу Жестокую Блокадную Потому что Потому что Здесь Собственно Он на себе Квартиру И организовал Угловую Которая Смотрела На несколько Сторон Там наверху Опять-таки Видите Какие-то Папорники У нас Очередной У нас Мотив Хотя Возможно Это Пальмета Греческая Кто Знает А вот Здесь У нас Соответственно Во-первых В этом доме Жил Ленька Пантелеев Ну на самом деле Ленька Пантелеев Это Бандос Это Леонид Пантелеев Который Написал Республику Шкит И вот Ради Вот этого Я сюда Привел Наш Прекрасный Сказочник Добрый Евгений Шварц Живший В этом Доме У нас Такие Тайны Обхохочешься Это Правда Да Вот Когда Ну Республику Шкит писал Не только Пантелеев Он писал В соавторстве Вот Когда они Пришли В дом Зингера В редакцию В детскую Там Принесли Свои первые Творения Их Встретили Олейников И Шварц Которые Спускались По лестнице На четвереньком То есть Вы представляете Вы приходите В издательство И идет Человек Которому Принесли Рукописи Ну вот Он вот так Оказывается Выяснилось Что Эти люди Замечательно Они просто Писали Писали Мы писали Мы писали Наши пальчики Устали Мы немножко Отдохнем И опять Писать начнем Они так Изображали Верблюдов Они так Собственно Отдыхали И Шварц Это Человек Который Очень активно Дружил Ну да С Олейником С Болотским Веденским Харамсом Короче Со всеми Будущими Абариутами И он Известен Нам прежде всего Чем Ну Гениальными Фильмами Марка Захарова Обыкновенное чудо Убить дракона При том Что на самом деле Обыкновенное чудо Экранизировалось Два раза Изначально Это была вообще Пьеса Медведь Шварц Ее писал Десять лет У него Была Довольно Такая Проблемная Для советской Биографии Молодость Он участвовал В ледяном походе Был Белогвардеец Соответственно Потом он Изобрел для себя Версию Что он участвовал В продотрядах То есть Эта страница Его молодости Она Осталась мало Кому известной Он сначала Писал стихи А потом Замахнулся Соответственно На пьесы Но его пьесы Его сказочные Пьесы Причем переработанные Голый король Тень Тень Это стала Программной пьесой Театра Ленсовета Извините Театра музыкальной комедии Они запрещались Неоднократно Да И вот Вы представляете Он дружит со всеми Олейников Ближайшего приятеля И Одного Репрессировали Второго Репрессировали Третьего Репрессировали И Шварц Это называется Внутренняя миграция То что сейчас У нас Вот у него была Безумная тяга К искусству Это правда Вместо Слова из трех букв В Петербурге пишут Безумная тяга К искусству Потому что Это наш Удивительный город Шварц Вот изобрел себе Такую внутреннюю миграцию Сказки Он даже Когда началась Великая Отечественная война Он пытался записаться В добровольцы Но у него Дрожали руки Его не взяли В итоге Предлагали эвакуироваться Одним из первых Но он на это Не согласился Они остались С его женой Екатериной Здесь И он Как-то встретил Одну из своих приятельниц И сказал Что Как хорошо Чувствовать себя Порядочным человеком Мне предлагали уехать А я Не уехал И по этому поводу С себя очень Прекрасно чувствую Но ехать таки пришлось Потому что Он совершенно Оголодал И зимой Его таки Эвакуировали На самолете Причем Специально выделили места Вот так вот Пройдем Здесь тоже Можно Нырнуть Во дворик В Ташкент И там В 44-м году Он написал Пьесу Убить дракона Она прошла С успехом Ее тут же Запретили И разрешили Только спустя 20 лет И он потом Говорил Вот это очень интересно Не всем понравится Правда Что я писал Пьесу про Гитлера А получилось Что про нас Видите Там есть Потрясающие Монологи Если мы посмотрим Фильм Захарова Что Дракон говорит Я стал завидовать рабам Потому что У рабов У них очень твердые Убеждения Постоянные А рыцарь А рыцарь Он всегда на раскусе Да Рабам не о чем Беспокоиться У них все есть Вот мне нравится Смотрите Я ненавижу Антихриста Это примерно Как я ненавижу Две вещи Расизма негров Боб Марли Был Православным Наверное Боб Марли Был А православным Он написал Вот этот же человек Который писал Что я ненавижу Антихриста Он вообще в курсе Когда такой Боб Марли Что он покуривал И какие Абсолютно Неправославные Песни Он пел Ну такое бывает Вот И в итоге Ну до Шварца Это удалось Вот эта Его внутренняя Эмиграция Причем Он Он рос Давай вот так Перейдем Хочу там одно здание Показать Он рос Таким Ребенком Который всегда Боялся Несчастных Страшных Концов Во всех историях Мама Мама его Зная Она Вот если он Не доедал Котлету Она начинала Рассказывать ему Какую-нибудь сказку Или историю Где все попадали В безвыходное положение И она говорила Если котлет не даешь Все Утонут Вот вам лайфхак Как заставить Ваших детей Есть Можно собственно Поступить Таким образом Здесь обращает на себя Внимание Тот Кирпичное здание Стоящее Дальше Мы В него не пойдем И даже мимо него Не пойдем Я специально хочу Показать его Потому что На самом деле Это вечная Наша История Про то Как меняется Контекст местности Это бывшее Заводское Помещение То есть это бывшая Фабрика Именно поэтому Она кирпичная И в этой фабрике Даже есть Вот здесь Флигелек Где было Представительство Оно занимало Всю внутреннюю Все внутреннее Пространство Продлежало По-моему Немцам Эти фамилии Носят В себе Особенность Абсолютно Быстро Вылетать Из башки Поэтому Извините Если я Что-то Не запомню Но я могу Сказать Что если бы Я произнес Фамилию Владельца В этой фабрике То и вы Наверное Через 5 минут Не смогли бы Сказать Как их звали Тут у меня Была чудесная История Я здесь Очень много Ездил На самом деле Потому что я жил Неподалеку И сейчас Здесь одностороннее Движение Но она Но эта улица Она раньше Была двусторонняя И когда ты едешь На машине У тебя же Ну все Ну уже По проторенным Тропам Вот здесь Вот Видите Это бывшее На самом деле Заводское представительство По проторенным Тропам Ты едешь У тебя же Все на подкорке Записано Ну и я Как-то еду Сюда поворачиваю И вот уже Задним умом Понимаешь Что что-то я не то сделал Ну потому что Периферийное зрение Заметил этот знак Я естественно Остановился И только я остановился Сразу Стоят Стоят Как сейчас Помню У меня тоже Была экскурсия Вот Ну и в общем Я отдал все Что заработал В этот день Здесь вот тоже Красивый пейзажик У нас такой Чисто Петербургский И мы можем посмотреть Вот это фабричное здание С обратной стороны Вот здесь вот Раньше Вот здесь вот Вот это все Это вся территория Этого завода была А разве сейчас Вы скажете Что здесь завод Когда-то был Продолжение темы Федора Лидвали Или Лидвали Он кстати К сожалению Закончил Ну так Он после революции Уехал К себе на родину И умер там Абсолютно безвестный Никому не нужный Есть более спокойные Его произведения Архитектурные Вот например Вот этот вот дом То есть здесь Нам бросается в глаза Оформление Главного входа В дом Вот эти Два картуши Такое Овальное Лицо С мелкой Растекловкой Да Но очень Сдержанный фасад Потому что Собственно Он пропорционален Деньгам Которые выделялись На строительство Этого здания Плюс опять-таки Обратите внимание Кирпичный Первый этаж Со специально Выделенными Помещениями Для коммерческого Использования Функционал Не поменялся До сих пор Там по-прежнему У нас И всякие Магазинчики Кафешечки И так далее Это была нормальная Практика Естественно Уже и тогда Когда вы строите Себе доходный дом И сдаете Квартиры Квартиры жильцам А коммерческие Помещения Всевозможного Контора И это тоже Лидульский дом Еще более скромный Выдают только Принадлежность К некому Архитектурному Изыску Вот эти вот Финтифлюшки Но на самом деле Если их убрать На мой взгляд Особо ничего Не поменяется А сейчас Вот если мы Развернемся И посмотрим На это здание Вот я Спрашиваю Тут обычно Людей Типа Ну Что там Располагалось Долгое время И вообще Для чего она строилась Тут нахлобучка Конечно Убогая Абсолютно Убрать бы ее оттуда Ну то есть Это же Это ведь В принципе Древнегреческий храм Причем Обратите внимание Я прошу прощения Я иногда повторяю Какую информацию Потому что Не все же смотрят Мои ролики Не все ходят На экскурсии Может быть Вообще Может быть Конкретно Вы в данный момент Вообще Первый раз Меня включили И выключили В Древней Греции Все здания Такого плана Они были цветные Об этом Не знали Долгое время Почему у нас Например Манеж Ларенге строил Серым Потому что Все думали Что Вот как В Афинах Вот оно Сохранилось Так оно и было На самом деле Нет Оно было цветное Вот В Филадельфии Если вдруг Окажетесь Там здание Музея Изящных искусств Оно как раз Построено в цветном Классическом Но в цветном исполнении И вот это В принципе Очень конкретный Захоз По Древней Греции Только во-первых Это уже советская эпоха Это уже 50-е годы Да А во-вторых Это бани Это ребята Бани И вот как бы Понимаете Вот все-таки Вот эти понты Сталинского Классицизма Они иногда Ну Перегибали Палку Сталинского Классицизма Да Сталинский Классицизм Сталинский Ампир Ну ампир А это что такое Ампир Ампир Вот это для бани Строить Вот такое Да Ну можно же было Что-то попроще Ведь это же Ну огромное количество Денег уходит На всю эту Отделку На прочее Прочее Но вот После Очень жестких Времен Авангарда Функционализма Концептуализма Иосиф Савельнович Сказал Нет Хочу красивое Ну и в общем-то Потихонечку Оно красиво И началось К неудовольству Разных там Весниных Ладовских И прочих Замечательных ребят О которых Я думаю Сейчас тоже К сожалению Вспомнят Наверное Только Специалисты И узкопрофильные Профессионалы Ну и я Да Пойдем сюда Зайдем Раз тут открыто Тут просто Видите Есть такие истории Как проходные Парадные То есть Можно Пройти сквозь И выйти во двор Отсюда Очень характерные Лидвельские Вот это Изнаночная Изнаночная Фактура Кирпичная Потому что Здесь он вообще Уже не парился Но вы видели По Собственно По фасаду Довольно Довольно Лапидарному С той стороны Что он фасад Не очень Собственно Фешенебельный А здесь Они вообще Даже кирпичную Кладку Оставили У нас сел На самом деле Этот Стабилизатор Гребаный Блин Новый стабилизатор Купил Новые модели И такая Неудачная Мы поменяли На палку Вот заодно Скажете Будет Какая-нибудь Разница Или нет Выходим Отсюда И камеру Я новую Поставил И забыл Там поставить 4К Поэтому будете Смотреть В HD Качестве Но я думаю Перебьетесь На самом деле Не все же Вам это 4К Зырить Да Вот так вот Мы с вами Прошли Сквозь Проходную Проходную Парадную Проходной Подъезд Кому как Больше Для москвичей Подъезд Для нас Парадная Хотя я уже Расскал Что и в Москве Все-таки Есть парадная И мы встречали Там во время Экскурсий Людей Которые нам Говорили Слово Парадная Я как сейчас Помню Там рядом С чистыми Прудами У нас был Такой случай Ну а мы Ну а мы потихонечку Приближаемся К Что тебе снится Крейсер Абрура Я не знаю Почему Я ненавидел Всегда В детстве Эту песню Она мне Казалась Какой-то Такой Вот Ну Мажорно Слащавой Мне наверное Уже тогда Хотелось Трэш музыки На который Я дорвался В своем Пубертате И в своем Тинейджерстве Сейчас вот сюда Зайдем Аврора Она же была Названа Николаем Вторым В честь Парусника Аврора Который существовал До этого Смотрите Сохранился Колесо Отбойный Столбичек У нас А та В свою очередь Николаем Первым Была названа В честь Авроры Карловны Шернваль Про который Я рассказывал На Большой Морской Улице Сейчас Я вам покажу Один из моих Любимых Дворов Батарея Стреляет По зимнему Смотри Какой Милый Зубастик Зубастик Сейчас Здесь у нас Какие-то Офисы Находятся Но Если Внимательно Посмотреть Понимательно Мы опять Увидим Вот эти Штучки Здесь Когда-то Вообще Были Ворота И Все Это Закрывалось Соответственно Скорее всего Это Либо Конюшный Сарай Либо Может быть Я показывал На экскурсии Фотографии Здесь Могли Даже Дрова Храниться На дворнике Могли Отсюда Спокойно Дрова Выносить Но Вот это Конечно Просто Просто Шедевр Особенно Вот это Перемычка Деревянная Из дома В этот Флигелек Доски Гвоздями Прибиты Вот Видите Ну Как будто Мы попали В Не знаю В какой-нибудь Торжок Или Да Сейчас Не надо Про Торжок Твери Прочее Ну Ну Сорян Ну Это же Мы говорим Про бывшую столицу Российской империи Ну Вы же должны Понимать Я Это не с точки зрения Понтов Я с точки зрения Контекста Объясняю Хотя Ладно Буду Ненавидимый В Торжке Я бы В Торжке Сдох Наверное Я бы Оттуда уехал Как и из многих других Проинциальных городов Мне конкретно Там было бы Не очень комфортно Поэтому Специально Это сказал Чтобы вы могли Оторваться И кидануть Меня Какими-то гнилыми Помидорами Я вырос В Петербурге Я родился Здесь Я поездил По многим Городам Не только Россия Но всяких Там загнивающих Европы Даже Соединенных Штатов Америки Я понял Что Петербург Ну Он один из лучших Городов Мира Объективно Здесь Прекрасное Все Кроме Климата И Наших Замечательных Властей Которые Блин Допускают Того Что у нас Не вывозят Зимой снег У нас Не убирают Улицы И в апреле Это все Состоит столбом И дышать Абсолютно Невозможно Так вот Аврора Крейсер Как писал Наум Тиндаловский Своих Воспоминаниях Вот этих Вот сборник Байк Которые потом Стали продавать Как прям Путеводители И некоторые До сих пор Это используют На голубом Глазу После Начало Очередной Антисемитской Компании В Советском Союзе Остались Только два Еврея Аврора Крейсер И Мишка Талисман Имеется Ввиду Мишка Который Улетал В 1980 Году Во время Олимпиады Аврора Была У нас Продуктом Отечественного Производства Хотя Это было Довольно Долгое время Невыгодно Я частично Эту тему Затрагивал Когда рассказывал Про Алексея Александровича Великого князя Цусимского Который у нас Был морским Министром Кисики Котики Ну да Мы помешали Трапезе С этой Очередная Тисанная Решетка Мне нравится Что мои мемы Пошли в народ Закутки счастья Тисанной Решетки Я уже встречаю Иногда В постах Короче Дороже Получалось Строить У нас Корабли Чем Ну например Варяг Он же Американского Происхождения Выгоднее Было Брать Иностранный Корабль Покупать Чем сделать Здесь Это очень Напоминает Ситуацию Сейчас На волне Импортозамещения И так далее У нас же Самый крайний Человек В стране Это производитель Чего бы то ни было Начиная от гвоздей И заканчивая Ну корабли Конечно Отдельная история Потому что Там и госзаказ И продажа Всяких Подводных Дизельных лодок Во Вьетнам И так далее Но тем не менее Вот обратите внимание На этот внутренний двор Какой он опять-таки Такой Немножечко Подубитый И какой будет Красивейший Фасад Когда мы Отсюда выйдем Вот Это была Так называемая Большая игра Об этом даже Из произведения Реда Киплинга У меня в серии РЧВ Россий Чужой взгляд Был обзор Фильма Снятый По его произведению Как горный ореол На вершинах Кавказа То есть крейсер Это самодостаточная Единица Которая может Плавать Защищать Транспорты И так далее Аврора Аврора была Очень передовым И прогрессивным Сооружением Для того момента Достаточно сказать Что там был Установлен аппарат Для связи С подводными Лодками Один из первых На нашем флоте Ну и что Совершенно Вообще Выходит Выходит За все Грани Добра и зла Там был Установлен Первый Рентгеновский Аппарат Для выявления Осколков Во время боя Потому что В основном Люди гибли От обстрела Корабельная артиллерия Она самая мощная Поэтому Во время Блокады Форты Наши Хронштадт Они очень Серьезно Помогали Городу От врага Ну и Аврора Участвовала В Цисимском Сражении Во время Которого Был убит Ее Командир Капитан Евгений Егорев И она Была Интернирована В Манилах Манилы Манилы Тогда Принадлежали Соединенным Штатам Америки У меня там В этой книжке Кстати Есть карикатура Я найду Подставлю Отдельно Про то Как Делят Очередные Пироги И там Соединенные Штаты Америки Как раз Довольствуют Своим Таким Пирожком С надписью Филиппины Вернули Ее Затем Сюда Ну и Она Сыграла Как мы знаем Одну из Ключевых Ролей Во время Революции То есть Началось Все Конечно В феврале Тогдашний Капитан Никольский Там Прибыли Три Агитатора С Франко Русского Завода Матросню Агитировать И он Распорядился Их С борта Попросить Матросы Возмутились Ну и Что Тогда Капитан Выстрелил И убил Одного Из членов Команды За это Ему потом Прилетело Его потом Выстрелили Спину Как На многих Кораблях Там Был Организован Судовой Комитет Выборным Методом Аврора В 17 Году Она Стояла У нас На приколе Перед Мостом В Советском Союзе Назвался Лейтенанта Шмидта Как раз Мордой К Зимнему Дворцу Поскольку Она Ремонтировалась То По Понятным Причинам Это Был Регламент Который Используется До сих пор Там не было Боевых снарядов На ней Это Вопрос О том Что Я В школе Мне говорили Сначала Аврора Стреляла По Зимнему Дворцу Потом Говорили Нет Аврора Стреляла Но Холостым Потом Выяснилось Что Стреляла Петропавловская Крепость Для того Чтобы Дать сигнал Потому что Изначально Говорили Что Давала Сигнал Аврора Ну Для чего Она Стреляла Чтобы Дать сигнал Нет Она Оказывается Стреляла Не для того Чтобы Дать сигнал А для того Чтобы Предупредить Корабли Чтобы Они Не теряли Бдительность Это Официальная Формировка Которую Я сейчас Вам покажу Стреляла Петропавловская Крепость Чтобы Устрашить Временное Правительство Засевшее В Зимнем Дворце Шрапнелью Потому что Если бы Аврора Выстрелила Бы Два Три Раза То От Зимнего Дворца Не осталось Бо Ничего Фактически Прямой Наводкой Если На карту Посмотреть Я к тому Что Петербург Это в курсе Но не все Приезжие Знают Что Аврора Здесь Не стояла Это Потом Она Здесь Была Припаркована Ну и В общем Стакан От этого Снаряда Из Петропавловки Он прилетел В Зимний Дворец Принесли Соответственно Военному Морскому Министру Вердерецкому Который Еще С артиллерийской Выкладкой Человек Он Глянул И говорит Ну по моему Это с Авророй Вот отсюда И пошла Эта история Что Аврора Стреляла По Зимнюю Дворцу Так вот Я Копался В интернете Вот мы живем В счастливейшее время Когда все есть И нашел Выпуск Газеты Правда Номер 170 Дело в том Что Извините За автоб Правда Она долгое время Называлась Неправдой Несколько месяцев Да Называлась Значит Петербургский Рабочий И вот это был Первый выпуск Когда ее вернули Старое название Это было Через два дня 9 ноября Да После 7 ноября И там Помимо всего прочего Там помещено Там помещено Открытое письмо Матросов С Авроры Ко всем честным гражданам Где говорится Что товарищи Мы не мародеры Мы не стреляли На самом деле По Зимнему дворцу А был сделан Один Холостой Выстрел Вот для того Чтобы корабли Не теряли бдительность И что Вы товарищи Пожалуйста Не верьте Провокационным слухам Перепроверяйте все Сами Ну вот я сейчас Обращаюсь к вам Товарищи Вы когда-нибудь Провокационные слухи Перепроверяйте Весь интернет У нас сейчас Один И сплошные Провокационные слухи Наивные матросики С Авророй Поэтому Аврора Стреляла холостым Но это был даже не сигнал К началу восстания Вот в чем прикол Но зато На ней была радиостанция Именно Эта радиостанция Передала Сообщение Ленина О том Что власть взята На всю страну И бла-бла-бла И потом На самом деле Аврору Вообще должны были Распилить на металлолом Но сначала Ее спасли Подводники Которым нужна была База Для того Чтобы Установить там Свой штаб А потом Во время войны Пушки с нее сняли И установили на батарея На Воронье горе И когда немцы Ее взяли Эту Воронью гору Вот Есть фотографии Ужаснейшие Абсолютно Фотографии Где немцы Фотографируют Эту Воронью гору И там даже Труп Виден Кто бы мне сказал Что Я всегда задавался вопросом Как можно Фотографировать Себя с трупом Вообще Трупы фотографировать И хранить это Кто бы мне сказал Что мы придем к тому Что трупы Солдат Будут Публиковаться Сейчас В соцсетях И над этим Еще будут глумиться Ну Где вообще У людей Мозг В общем Орудия Ее конечно Сослужили Добрую Службу При защите Города От немецко-фашистских Захватчиков А потом Ее решили Все-таки Не разбирать Но когда Обследовали Выяснили Что у нее Там Нижняя линия Просто вся Сгнила И придумали Совершенно уникальную Историю С тем Чтобы Залить ее Бетоном Вот Поставить здесь На прикол И залить бетоном Потому что Здесь у нас Нахимовское училище Тем самым Придав ей устойчивость И она здесь стояла Очень долго И я вот помню Что когда я еще был Ребенком в школе Ее как раз Очередной раз Отвезли на ремонт И там Произошел еще один Соответственно Действительно Ремонт Авроры Во время которого Ну Хотели этот Бетон Соответственно Оставить Но Немножечко Видоизменить Конструкцию Но если что Советский бетон Он Самый лучший бетон Поэтому Вот эту нижнюю часть Ее сделали уже Из Современной Корабельной стали Сейчас есть проблема Ну и вернули Сюда То есть Вот эта история Про то что Аврора не настоящая Царя то подменили Нет Она настоящая Просто не на все Сто процентов Там есть Современные Элементы По части Особенно Корабельной обшивки И Она не может ходить В море Потому что Опять таки Согласно Современным регламентам Прежде всего Ну там должна быть Современная система Навигации Да Всякая спутниковая Связь Бла-бла-бла-бла-бла У нее этого нет Поэтому она Как бы Номинально Конечно числится Кораблем номер один Тут Несут службу Вон видите Матросики стоят Вот это Нахимовское училище Сейчас мы вернемся Была прекрасная история Как ее опять Уже тут Буквально там Два или три года назад Оттарабанили В Кронштадт И какие-то чуваки Забрались В общем И сделали таймлапс Как она Идет Это было Крайне прикольно Сим-сим Откройся Видите Написано В ноябре 48-го года Изначально Там где она стояла Изначально Там точно так же есть Опознавательный знак Набережная Красного флота Она Называлась Раньше Пока и не вернули Историческое название Английская набережная Здесь у нас тоже Советский памятник Непосредственно Нахимову Опять-таки Помню С детства Солнышко светит Ясное Здравствуй Страна Прекрасная А юные Нахимовцы Тебе шалют Привет В мире нет Другой Родины Такой Перес нас достал А ему Дело И нет Что он Поет Свой Бред Не все же Вам картинки Подставляют Можно я вам Одну Вот видите Я иногда Встраиваю Корпоративные мероприятия Вот это В 2018 В 2017 году Было Тут огромное количество Всяких картинок Они Прямо сделаны Под маршрут Который мы плыли Я к тому Что я не нонсирую Свои Индивидуальные туры Но я Иногда Делаю Вот Это панорама Прекрасная Где мы с вами гуляли А еще у меня есть вот такая книжка Не пытайтесь ее найти Потому что она издана тиражом всего лишь 100 экземпляров Это абсолютно такое Очень интересное Ну как Оно интересное Ну блин Ну вы посмотрите Здесь просто Таблицы Таблицы всевозможные Ну картинки я вам покажу Графики Вот Видите Это научная книжка Про историю Ленинградского И петербургского водопровода История развития водоснабжения И водоотведения Санкт-Петербурга Она судя по всему Издана на деньги Водоканала Заказана была Чудесному автору По фамилии В.Д. Дмитриев Тут даже есть реценденты Аж три штука Вот Но чем она прекрасна Она действительно Прямо на цифрах Показывает Во-первых Зависимость Воды От состояния Населения Вот мы посмотрим Если вот на это здание Сейчас оно И здесь у нас По-моему Спортивный центр Если я не ошибаюсь Да А вообще Это Петроградская станция Очищения Воды И я вот вам сейчас Хочу показать Ну Вот в этой просто Книжке Я подниму Я не Нет В этой книжке Есть чудесные фотографии Вот Это вот она же Вот Фасад Петроградской Водопроводы станции Да Вот Фильтрованный зал Мешалочных фильтров И есть Конечно Ну Без чего нельзя Открыть станцию И вообще Любое заведение Вот Без этого Малябин По случаю Открытия ПВС Петроградской Станции Дело в том Что именно здесь Воду начали Именно Озонировать Потому что До этого Ее хлорировали Но сначала Вообще С ней ничего не делали Да И вода поступала В таком Вообще Качестве Когда водопровод Пытались открыть Что Мама не горюй Отсюда Соответственно Тиф Холера И так далее Да Так вот Чем больше Выяснилось Опытным путем Что чем больше Потребляет Население воды Тем меньше Оно болеет И прямо Вот в этой Книжке Наглядно Все Эта зависимость Выведена Конечно Естественно В Штатах Народ потреблял воды Там Несколько раз больше Чем в Российской империи Даже в Англии И так далее И сначала Пытались ее очищать Медленными фильтрами Это огромные Такие фильтры Там Слой песка Щебня Гравия И дальше На кирпич Это все Ставится И вода Сама по себе Вот так вот оседает Но Эта технология Не Всегда Была Приемлема Для Петербурга Поэтому воду Начали хлорировать А потом Озонировать И вот Компания Сименса Гальски Она Поставила Здесь Специальные Машины Где это Происходило И Именно Жители Петроградской Стороны В самом Практически В канун Первой мировой войны Начали Наконец Получать Озонированную Воду То есть Это уже Была вода Ну Максимально Приближенной К стандартам Которые Мы сейчас С вами Используем Здесь Нет даже Никакой Мемориальной доски Ну понятно Что никто На эти Мемориальные доски Не смотрит Никогда Но тем не менее Что это Вообще Бывшая Станция Вот Очистительная Бывшая Станция Очистительная Станция Короче Пора Пора Закругляться Тем не менее Прекрасный Образчик Опять таки Промышленной Архитектуры И для того Времени Это был Безусловно Просто Сногсшибательный Проект Который Прежде всего Очень сильно Влиял На Здоровье Жителей Нашего города Сейчас Сейчас С вами Прервемся Для того Чтобы Принестись Чуть Подальше И там Я Завершу Наш Увлекательный Тур Друзья мои Надо же По традиции Напомнить Что Во-первых Вот эту книжечку Которую я Сегодня Показывал Ее Можно купить Можно купить У меня на сайте С большим количеством Различных Картиночек Здесь Представленных И В общем Судя по всему Неплохим текстом А вот Слушайте Это кстати Иллюстрация Извините Тут у него Куба А Филиппины Это Вот Айланд А эти Делят пирог Под названием Китай И тут название На каждом куске Провинции китайских Раз Да Как Япония Промыла мозги Во время Первой мировой войны Дальше Путеводитель Мой чудесный Богатый Иллюстрированный Вот Скоро появится Немножко видоизмененный Дизайн обложки Новый тираж А этот еще есть Каждый дом Легко читается Легко смотрится И мой Прекрасный Остросоциальный Роман Корень Про Петербург Конца 90-х Нулевые года Пожалуйста Их можно купить Как у меня на сайте Так и после экскурсии В этом случае Я их подписываю Экскурсии Идут у нас Пятница Вечер Суббота Воскресенье День Расписание Есть у меня на сайте Также у меня есть Разные Страницы В социальных сетях Например Контактик Телеграм Яндекс Дзен Ну инстаграм Говоря тут Если хорошо будет вести Скоро опять к нам вернется Без ВПН Все ссылки Есть вот там Внизу Спасибо что смотрите Приходите Увидимся Пока Песок на пляже Но это лишь пока А жизнь пустая И налипают Года Пусть я растаю И стану как вода И тонкую струёю Затеку к тебе Заворотник Но вот я и с тобою Я к тебе приник В целом мире В целом Мне уютно Как в пустой квартире Ты держишь мои мысли Под прицелом Как в мишени в тире Ты держишь мои мысли В крепкой узле И я должен быть Там где Там где Оно мне надо По такому случаю Ночная Прохлада вода Колючая Колючая Синие Пресиние Прибрежные Огни Твоих правей Линии Попробуй Разогни Как у русалки Рыжая копна волос На какой рыбалке я тебя поймаю Вот вопрос, может быть сирены дадут мне ответ Где искакой пены появилась ты на свет А жизнь пустая И налипают года Пусть я растаю и стану как вода И тонкую струёй затеку к тебе за воротник Но вот я и с тобою я к тебе приник В целом мире в целом Неуютно, как в пустой квартире Ты держишь мои мысли под прицелом, как мишени в тире Ты держишь мои мысли в крепкой узде И я должен быть там, где Там, где море, 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 мор Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Здравствуйте! Вы верите в дьяволы?